Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер Очередной мой поход в Чернобыльскую зону отчуждения Уже который раз я возвращаюсь за ближайшее время для того, чтобы как-то доделать свою землянку Каждый раз я иду и мне кажется, что вот все, я ее уже доделаю И она будет просто максимально доведена до ума, ну настолько, насколько я этого хотел Но каждый раз, ребята, я читаю ваши комментарии Вы принимаете в строительстве моей землянки очень немалое такое участие Под прошлым видосом с землянки Если вы его, кстати, не смотрели, где-то вот тут справа сейчас выскочит ссылочка Можете нажать посмотреть его Вы мне писали очень много комментариев по поводу того, что мы вот сделали неправильную печку Мы сделали печку с двух ведер, они оцинкованы, оказывается это вредно Это раз, второе, это то, что наша печка, если бы мы ее топили всю ночь Мы бы скорее всего задохнулись, ведра прогорят Мы как бы не эксперты были в этом деле, мы просто пробовали Вот у нас, ну как получилось, так получилось Многие писали, нужно вкопать печку вглубь землянки Но кто-то написал, нужно взять камень и построить с камня нормальную печку Я такой подумал, а где же я в том месте найду камень? Потом я подумал, что в принципе Чернобыльская зона, она не такая уже маленькая По пути к моей землянке есть заброшенные села, есть разные заброшенные объекты И вот сейчас, ребята, я специально пришел в одно место для того, чтобы здесь просто набрать вот красного кирпича Я, конечно же, в вот этом рюкзаке, который рядом со мной лежит, он у меня практически забитый Но я надеюсь, что какое-то количество кирпичей я смогу с собой унести Тем более, что мне для построения печки не так уж много этих кирпичей нужно Чернобыль я забросился сегодня утром, не снимал, потому что многие заметили, кстати, ребята, что качество видосов улучшилось Это потому, что я снимаю теперь уже не на экшн-камеру, а на такую большую камеру с электронным стабилизатором Ну, такая полноценная, можно сказать, ракетная установка И с такой камерой ходить все время в руках, это очень неудобно Носить ее в рюкзаке можно только там в разобранном виде И вот, чтобы, знаете, снять какой-то кадр, там собрать-разобрать, это все очень неудобно А вот нести там с собой хрен знает сколько километров это в руках, тоже неудобно Я вот там поставил айфон, сейчас со стороны вам покажу, как эта картина выглядит Вот такая вот, ребята, ракетная установка, электронный стабилизатор, микрофон и сама камера Сами понимаете, что носиться с этим всем в руках, ну, реально очень неудобно Сейчас, короче, наберу немножко кирпича в рюкзак, разберу эту ракетную установку обратно по частям, засуну в рюкзак и буду отправляться уже к своей землянке Фу, ребята, наконец-то я уже в своей земляночке, можно сейчас немножечко отдохнуть, попить, может, какого-то чайку Потому как практически на рассвете закидывался, очень долго шел, 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 наконец-то дошел Кстати, здесь себя чувствую, как будто в каком-то окопе, не хватает лишь какого-то ружья в руках и чувствовал бы себя полностью, как в игре Warface Warface это динамичный бесплатный онлайн-шутер Игра имеет красочную графику и низкие системные требования, благодаря чему запускается практически на любом компьютере В игре доступно более сотни видов реалистичного оружия и на данный момент малое количество шутеров может похвастаться подобными показателями В Warface можно как сражаться с другими игроками, так и проходить совместные миссии во всех уголках планеты Которые включают в себя миссии в Припяти, Японии, Африке и Сибири В Warface отличная графика и постоянно добавляется огромное количество нового контента Режимы, карты, появляется новое стрелковое оружие, которое по своим характеристикам и внешнему виду максимально соответствует боевым оригиналам Игра полностью бесплатна и ее можно скачать по ссылке в описании и получить подарки И да, ребята, чуть не забыл рассказать про обновленный античит, благодаря которому встретить читера в игре стало гораздо сложнее И напоследок повторюсь, скачать Warface можно абсолютно бесплатно по ссылке в описании Короче, ребята, я очень долго шел, шел, шел И когда сюда дошел, я сразу не обратил внимания Сейчас вот только уже как-то расслабился, раскинул вещи немного Задумался, а где же дверь? Вот реально была дверь, а сейчас двери нету Куда она делась? Это очень странно, потому как если б менты нашли мою землянку, они б наверное все здесь разрушили Либо шо, просто вот реально была дверь, нету двери Я вот кстати прошелся, тут недалеко там в радиусе 50 метров Думаю, может мы с зеленым где-то ее перекинули Ну вроде как мы ее не трогали Реально очень странно получается Я вот в таком очень отдаленном месте в чернобыльской зоне В глуби леса вырыли мы с пацанами землянку И просто пропала дверь Ничего больше не пропало Перчатки лежали, мы вот так оставили, они лежат Пленка вот здесь есть Гофрочка наша кстати загнулась, не знаю, может ее ветром загнуло Все лежит на месте, куда делась дверь, непонятно Кстати, совсем недавно два видеоблогера Инферниус и Стас Полеский ходили в чернобыльскую зону отчуждения И мне Инферниус передал одно сообщение, что мной, нашей землянкой и особенно зеленым Им почему-то интересовалась полиция чернобыльской зоны Передать рейсеру инсайдерская информация от меня Что им, скажем так, менты в Чернобыле интересовались Ну, короче, менты им интересуются И его другом, который делает ремонт землянки Ну, я не думаю, что они нашли мою землянку Но, блин, если это так То, наверное, здесь уже не так безопасно, как изначально это все планировалось Очень обидно получится, если вот столько сил было вложено в эту землянку Потому что, на самом деле, вырыть такую землянку это, ну, фигня А вот носить сюда постоянно какие-то вещи, дойти сюда Ну, это реально тяжело И будет очень обидно, если место запаленное уже И не такое безопасное, как казалось Хотя, ну, как бы, координаты я никому не сливал этого места Здесь знают только три человека Где она находится, это я, зеленый и пирожуля И то я не уверен, что пирожуля сам сюда дойдет Потому как координаты есть только у меня и у зеленого Ладно, ребята, что бы там ни было Я уже сюда пришел Я немножко помучился, чтобы принести сюда кирпичи Поэтому сейчас будем немножко переоборудовать с вами мою землянку В связи, ребята, с тем, что сейчас в стране карантин Этот раз в свою земляночку я вынужден ехать один И это очень плохо, потому как Я вот наслушался ваших советов Я записывал некоторые комментарии себе там в заметке Чтобы ничего не забыть Очень много чего нужно было взять Для того, чтобы как-то вот реально изменить, улучшить эту землянку И все это пришлось снести самому Хорошо, что у меня есть такой крепкий рюкзак от компании МТАК В который я нагрузил кирпичи Взял немного личных вещей Вот там снаружи прикрепил спальник С этой стороны вот Сейчас достану лопатку Без которой уже, кстати, не знаю Проще, наверное, было в зоне ее оставить Мне многие говорили Еще некоторые говорили Что вот можно взять чисто вот эту штуку А с дерева где-то выстрогать держак Но эта лопатка очень реально удобная Она экономит время А вот деревянный держак его там надо сделать Вырезать Это все время Здесь реально все упирается в время Я вот сегодня до темноты должен сделать очень много дел Хорошо, что я вот заранее забросился в зону И все хорошо Так, давайте понемножку буду рассказывать Как сегодня будем менять землянку Так, это еще остатки пищи моей Кстати, да, пришлось экономить на еде-воде Ну, в принципе, я иду ненадолго Я думаю, если потерпеть, то, знаете, ничего страшного В общем, купил вот такую маскировочную сеть Она очень большая, ребята Я думаю, ею можно будет накрыть землянку Хотя я уже начинаю сомневаться Стоит ли, потому как дверь реально куда-то делась Магическим образом Кстати, если бы лопату оставил здесь Возможно, лопата тоже магическим образом куда-то пошла Но хорошо, что я приехал в зону в период карантина Потому как зона на карантин закрыта тоже Патрульных здесь меньше Других каких-то рабочих меньше То есть, меньшая вероятность того, что меня здесь спалят Даже если эта землянка уже спалена Ну, честно, вот реально мистика Куда могла деться дверь? Я вот реально не верю, что это место кто-то мог с патрульных найти Потому что это реально глубоко в лесу То есть, сюда, чтобы добраться Сюда, ну, машина не поможет Сюда реально нужно долго пешком идти Короче, ладно Вот маскировочная сеть 6 на 3 метра взял такую большую Так, тут еще остатки личных вещей Еще немножко кирпичей, кстати, нес в руке И вот в том месте, где я начинал видео Я набрал немного кирпичей Для того, чтобы строить свою земляночку Давайте выгрузим его Было реально очень тяжело идти Еще очень сильно неудобство вызывало то, что я еще пару кирпичей в руках нем В общем, ребята, вот какая-то такая горка кирпичей Оказалось у меня в рюкзаке Я как бы, ну, большие, длинные такие походы ходил Но такой тяжелый рюкзак, как сегодня у меня еще никогда не был Реально очень тяжело Если бы с кем-то напополам нес бы эти кирпичи, было бы в разы просто проще Такую лавочку себе, ребята, построил В общем, сейчас что? Первым делом надо опять в который раз уже снимать крышу с землянки Я думаю, посередине сделать такой прокоп А если будет лить какой-то дождь, ливень, то вода будет туда собираться А по бокам останутся спальные места И они, в принципе, будут оставаться сухими Потом еще в планах будет перестроить печку с вот этого кирпича Ну и переделать крышу Ну что, ребята, работы много, что не могу сказать про время Плюс я сегодня сам, так что вообще придется самому потеть Но я надеюсь, что до вечера все успею В общем, приступаем Нужно, я так понимаю, начать с того, что разбирать в который раз уже крышу Вот такой вот кусочек льда нашел на крыше Внутри, кстати, сухо Все, ребята, в принципе, ветки все с крыши уже снял Сейчас самое сложное, это убирать бревна Ну не то, чтобы это очень сложно, но с напарником это всегда было проще Все, ребята, немножко разобрал Надеюсь, мне хватит здесь места, чтобы посерединке сделать такой прокоп Ну и с двух сторон, получается, будут типа две кровати И вот этот проход посерединке, он, получается, будет нижней точкой Он будет скапливать самый холодный воздух Холодный воздух идет вниз, теплый вверх И, в принципе, на кроватях будет теплее, чем на самом полу Ну плюс, если там будет какой-то сильный ливень, то Вся влага, она будет там, даже если попадать на кровати, она будет стекать вниз И вся вода будет скапливаться внизу и не придется спать просто в луже Смотрите, я тут демонтировал печечку нашу И смотрите, вот что превратился наш дымоход Хотя мы, в принципе, тогда с Виталиком практически не полили Он реально просто прогорел Вы, ребята, в комментариях писали, что этот дымоход прогорит быстро Он реально быстро прогорел, мы практически не полили Но видите, в что это превратилось Я думал взять с собой дымоход Не знаю, как бы я его нес, потому что я реально шел, умирал сюда Но я хотел еще купить дымоход Но в связи с карантином все строительные магазины сейчас закрыты По рынкам ездил, тоже закрыто И какой-то металлический дымоход сюда принести У меня не получилось Поэтому У меня есть план, как я буду строить печку Но как будет дымоход Здесь стоять Я, в принципе, примерно имею представление Но не до конца Поэтому буду импровизировать, буду пытаться Ну, блин, надеюсь, что что-то получится Сейчас что? Сейчас по серединке начинаю прокапывать траншею такую Итак, пацаны и девичата Какой-то вот такой вышел у меня проход Я, кстати, представлял, что этот проход будет немножко шире Но я так померил, чтобы комфортно можно было спать Там что-то возле себя даже еще положить То, в принципе, не так уж много места в нашей землянке Хотя казалось, что она очень большая Но, в принципе, без вот этого прохода она большая Комфортно три человека ложится А вот когда его прорыть, то два Печка будет здесь, по вашим рекомендациям, ребята Большое спасибо, что написали реально кучу комментариев Кучу советов, что еще сделать Потому что я, честно, уже даже не представлял, что реально можно сделать Но после ваших комментариев у меня куча идей появилась В общем, ширина печки будет у меня в два кирпича Она будет не вот здесь строиться Потому что кирпича у меня немного Я, кстати, не думал, что он такой тяжелый Я думал, что я больше смогу унести Но он занимает и место, и вес Короче, по вашим рекомендациям я вкапываю ее внутрь Пока что не имею представления, что будет с дымоходом Потому как я его не купил, но я что-то на первое время придумаю Как-то выкрутиться А потом в будущем уже, если я сюда еще раз вернусь Я принесу нормальный полноценный дымоход И чтобы было все красиво Так, убираем вот эти кирпичи Я вот здесь уже поставил метки Что такое два кирпича в ширину Это вот так Где-то, наверное, примерно Вот так, вот так, вот так, вот так Будет у меня печка Я ее сейчас вкопаю внутрь Посидел такой, подумал И пришла здравая мысль А зачем я вообще рвал жопу, тянул кирпичи Если можно было все изначально вот так продумать, сделать Потому что у меня на самом деле печка не очень продумана была И осталось сделать дымоход Потому что если не будет дымохода, будет капец Та труба не подойдет Потому как она прогорит очень быстро И я вот вытащил вот такой вот бур И сейчас, так как получается, вот эта яма Она уже за пределами землянки То я сейчас с той стороны, за землянкой Попытаюсь пробурить такую дырку просто вниз И немножко ее расширить Она будет служить дымоходом Да, идея так себе Но в данной ситуации я как бы ничего больше сделать не могу Мне еще, кстати, многие пишут Почему ты не можешь взять стройматериалы Там занести их Либо завести, как другие блогеры делают Скажу вам, ребята, так Что я, как в отличие от других некоторых блогеров Я хожу сюда нелегально Я не могу здесь ездить на машине На машине можно ездить только легально Но как бы тогда теряется сама вся вот эта атмосфера Смысл и так далее и тому подобное Тем более, если бы я даже в легальной экскурсии сюда попросил бы кого-то завести меня То, ну как бы я просто спалил бы это место Короче, ладно Хватит разговорчиков Пошлите бурить дымоход Так, ребята, нужно действовать очень аккуратно Я вот через щель в крыше вижу, что печка моя где-то вот здесь И вот сейчас вот таким образом будем пытаться буриться вниз Учитывая, что здесь песчаная поверхность То пока что первые пару сантиметров были очень легкими Все, пошло со свистом Наверное, уже пробил насквозь Ну, теперь нужно за пару раз Все, вытянулась очень легко палка Я уже вижу туда такое отверстие Но это будет очень узкий дымоход Сейчас я его немножко расширю И в принципе, если здесь никто не будет ногами топтаться То, ну как бы, надеюсь, получится дымоход Короче, ребята, какими-то вот такими действиями вышло Как какая-то такая дырища Но на самом деле это дымоход Если на практике этот дымоход будет казаться узким Я смогу его легко расширить Кстати, очень хорошо, что так легко с дымоходом все обошлось Потому что я изначально думал взять трубу Я даже не имел представления, как я буду ее там крепить У меня были такие мысли, типа, принести А там уже по месту разобраться Ну ничего, вот те корни, которые там есть, я думаю, они либо выгорят Либо они не будут просто мешать Может быть, как-то обложу здесь что-то кирпичами Чтобы кирпичи грелись, давали какое-то тепло Вообще не очень хорошо, что, знаете, оно будет греть землю Которая даже не в землянке Но все-таки какое-то тепло в землянку оно будет давать Как-то так вышла моя печка Вот здесь будут гореть дровишки Там вот дымоход Туда будет дымоходить Вот здесь поддувало, сюда будет уголь какой-то, выпадать пепел Я его буду вот этой вот лопаткой выгребать время от времени Пошел к применению к кирпичам Потому что, ну, не просто что-то будет гореть Будут греться вот эти кирпичи Даже когда там все потухнет, я буду спать Оно все равно будет отдавать какое-то тепло Ну, тем более, что сейчас как бы не зима Сейчас, конечно, прохладнее, чем прошлые разы Когда мы здесь были два раза Как-то мистика получается Первый раз были месяц назад здесь Туда было реально теплее, кажется, нежели сейчас Но я думаю, что там весна, осень Даже зимой с хорошим спальником Тут будет не холодно, если нормально натопить Конечно, да, неправильно получается Что вот грею землю с той стороны Можно было бы внутри построить ее Но нужно было бы намного больше кирпича Я бы столько кирпича не принес Хотя и этот кирпич тут по большому счету особо не нужен Я изначально планировал это все по-другому Но потом как-то, знаете, в процессе это все переигралось Хорошо, что вот с дымоходом так легко все получилось Короче, как-то так, ребята, получается Сейчас что? Сейчас занимаюсь крышей Обратно накидываю бревна Застеляю пленку И укрываю это все дело маскировочной сеткой Которую, не знаю, наверное, я уже зря принес Либо поздно Потому как мистика, реально мистика Куда могли деться двери Есть подозрение, что место уже запаленное Но в любом случае, я такой путь сюда сегодня проделал На ночь назад идти, тем более самому ночью по лесу Я, честно, не очень хочу Сейчас там животные немного, еще, может, голодные Хотя, не думаю, что они будут человека трогать Здесь в чернобыльских лесах очень много других животных Я думаю, им хватает, что есть Но все равно ночью в лесу реально самому типа можно идти Но стрёмно немного Поэтому я лучше все-таки здесь останусь Хоть и есть подозрение, что место уже запалено Вы, кстати, ребята, пишите, что делать Потому что реально как-то обидно получается Столько раз сюда ходили Даже не так сложно ее строить Вот эту землянку было Как сложно было сюда идти То есть уже третий раз пришел сюда Это такой, знаете, перевалочный пункт На будущие походы Для того, чтобы можно было в безопасности переночевать Но, по сути, я сюда как на работу хожу Хожу, строю, ухожу Хожу, строю, ухожу То есть уже бы хотелось как-то начать По предназначению использовать эту землянку Но, блин, я не знаю Видимо, может быть, не судьба даже будет Так, ну что, ребята Как видите, сзади я уже вернул крышу своей землянки Сейчас приготовлю себе немножко похавать Правда, места в рюкзаке не так много было Поэтому, как бы, какой-то, знаете, полноценной еды с собой не взял Опять же, буду преимущественно питаться сублиматами разными Ну, а сейчас у меня первый прием пищи Это будет дошик с тушенкой Все, ждем, когда закипит вода Дошик запарился Я немножечко прогрел еще тушенку Чтоб она была теплее И можно такую очень сытную пайку сделать Целая банка тушенки на один такой дошик Жалко, что всю крышку оторвал Потому что, наверное, целой банки много будет Мне можно было полбанки использовать Но сейчас нечем закрыть Поэтому придется всю есть Ну все, ребята, рыбка в клетке А вернее, тушенка в дошике Можно уже пообедать Это уже бы самая вкусная пища для природы Но в таких быстрых условиях То, что надо, пойдем Так, ребята Крыша готова Осталось только Одеть наверх крыши Вот эту вот маскировочную сетку Крыша просто едет самому скучно здесь Так, хотя бы, когда с кем-то ходишь Можно минимально о чем-то поговорить А сейчас все Как в пабе Напишите в комментарии Похоже на маскалат или нет Если я вот так где-то там упаду Допустим, вот тут Короче, по идее Она должна быть 6 на 3 Я так понимаю, вот это 3 И туда в длину она 6 Ну что, ребята, могу сказать Сетка оказалась Достаточно длинная Но недостаточно широкая Ну, в принципе, как-то так выглядит Хотя, мне кажется Даже с теми ветками Оно было не хуже Поэтому нужна здесь эта сетка или нет Я даже не знаю Но кто-то из вас писал в комментариях Что нужна маскировочная сетка И мне показалось Это очень клевая идея Пишите в комментарии Нужна здесь эта сетка Или не нужна Ну, давайте пока что, ребята Откроем вход В нашу берлогу Сейчас нужно зайти внутрь Кто помнит В прошлой части Мы по стенкам Пускали такую штуку Сейчас вот покажу ее Я вот ее Вытянул Она тонкая Она блестящая Она, по идее, как должна была Отражать тепло Чтобы оно сохранялось Внутри нашей землянки Но я ее, короче, снял Потому что с ней реально Очень много хоботов Она плохо закреплена Решил вот эта штука Которая была на стенках Она тонкая Я ее просто вот так Много слоев Наключу Вот уже третий слой пошел Хоп Хоп И еще есть второй такой кусок Его я настелю На эту сторону Но сейчас, наверное, настелять Ничего не буду Когда уже в следующий раз Приду сюда с кем-то Тогда уже застелим В ту сторону Если будет этого мало Будет прохладно Хотя я не думаю Что сейчас сильно холодно будет То есть еще Та подстилка Она более толстая На которой мы изначально Планировали спать Она просто очень сильно широкая Я не хочу ее резать Я тут просто Вот она так Тонкая Можно вот так Чуть-чуть подогнуть Она здесь Достаточно неплохо А на стенах Я не думаю Что она сильно нужна Какое-то вот такое будет Спальное место у меня Сейчас пойду Насобираю дровишек И в тестовом режиме Попробую Разжечь печку Потому как Нужно будет очень хорошо проверить Нормально ли она работает Потому что В прошлый раз вы писали Что вот кстати Оцинкованные ведра Если бы мы вот так На всю ночь Запалили их То мы могли короче Отравиться Цинком вот этим Плюс там С вентиляцией могли У нас какие-то проблемы Случиться Из-за того Что у нас там Не было поддувала Еще чего Короче реально С той печкой Мы могли угореть Хорошо что мы тогда Приняли решение Не сжечь ее В общем Сейчас еще до темноты У меня есть время Я до сна Несколько часов Как минимум Протестирую Как работает этот дымоход Если нужно будет Я его расширю немножко Здесь есть в принципе Поддувало Кирпичи нагреются Плюс так Если ночью Я собираю на ночь Нормально дров Буду подкидывать Думаю не замерзну Ну все ребята Пошел я короче Собирать дрова Убираем кирпичи Они нам пока что лишние Сейчас Буду Разжигать Костер Вот таких вот Сухих тоненьких щепок Нашел Это Сухие тонкие щепки Это залог Того Как вы Разожжете костер Надеюсь они достаточно сухие И достаточно тонкие Я конечно люблю разжигать Костер спичками Но Пока что есть только Зажигалка Поэтому Будем Зажигалкой Всякие вот такие Тоненькие веточки Очень быстро вниз падают Мне кажется уголь тоже Не будет задерживаться Будет падать вниз Поэтому Сетку В следующий раз буду идти Если найду То надо будет Кую-то другую брать Но даже эту я взял С духовки Потому что Строительные магазины Сейчас не работают И Нельзя было Никуда зайти Ничего купить Надеюсь дым сейчас Будет идти в дымоход Потому что Если не будет идти в дымоход Придется Все это потушить Прочистить еще дымоход И заново разжигать Посижу немножко Оценю обстановку Куда дым будет выходить Но я вижу что он Выходит Немножко сюда внутрь Это не очень хорошо Вероятнее всего Сейчас придется Заново переделывать дымоход Что я вам скажу Вот тут я Оценил обстановку Надо подальше Что-то отодвинуть Потому что Что-то может упасть И будет печалька Там горит Если в принципе Не супер такой мощный Огонь делать Как сейчас Чуть-чуть попроще То дым Очень даже Вроде неплохо Туда уходит С того момента Как я растопил печку Я еще не выходил на улицу Сейчас давайте выйдем И посмотрим Насколько хорошо работает Наш дымоход Но вроде как Внутри дыма нет Ту-дум Смотрим А у нас тут дым Выходит Очень даже неплохо Я вам скажу В общем пойду Заготавливать дрова И буду готовиться Уже к сну Все Надеюсь можно сломать Уже Да Получилось Кстати сейчас Еще не темно Наверное надо Чуть-чуть Подубавить газ Так сказать Сильно не топить Потому что Дым идет И дым может быть Издалека видно Несмотря на то Что я далеко нахожусь На всякий случай Наверное лучше сейчас Лишний раз не дыметь Буду короче Заготавливать дрова Дрова Если вот таких толстых Наберу Ну конечно не очень толстый Ну если вот таких наберу Нормальное количество То будет очень хорошо Потому как Таких пару бревнышек Кидаешь Они наверное пару часов Точно будут гореть Ну что ребята На улице уже Наступила темнота Я уже второй раз Растопил свой камин Планировалась печка Но наверное правильно Это будет назвать камином Сейчас подкинем Пару Таких вот Бревнышек Вот тут кстати Кучку небольшую Себе заготовил Там еще на улице есть Но не стал все тянуть Потому что мне кажется Что Этого должно хватить То есть в принципе Я сейчас прогрею Тут все И лягу спать А ночью сплю я крепко Так что не факт Что я проснусь Но если проснусь Конечно То подкину Еще немного Если это все сгорит То возьму с улицы дров Короче такой вот У меня получился день Ну что Сейчас наверное Попью чайку Чайку кстати нету Взял кофе 3 в 1 Не очень люблю Кофе 3 в 1 пить Но Шо уж есть Сейчас будет кофе ребята Поставлю где-то тут Надеюсь сейчас не переверну Потому что Запасы воды не очень большие Такой вот вышел день Вот так вот я Скажу что прям сильно Обустроил Но немножко обустроил Свою земляночку Поэтому Я думаю Здесь уже полноценно Можно даже зимой приходить Главное сделать Какой-то запас дров Возможно В следующий раз Когда буду с кем-то Я обязательно кого-то запрягу Чтобы он Насобирал много дров Чтобы всегда был резерв дров Чтобы можно было Вот так прийти Там если ты где-то Шел холодно Было среди ночи Пришел То есть ты затопил Сразу И сразу быстренько согрел Ну в общем ребята А блин Оторвалась у меня ручка Короче За две обычно держал Тут за одну И так бац Думал сейчас Облю себя кипятком Короче Сделал себе кофеек Сейчас попью Немножко кофейку Не знаю Буду ли хавать сублиматы Потому что Все время давиться сублиматами Тоже не очень хорошо Да и в принципе Я что-то Не очень голоден Хотя странно Потому как сегодня Я перебивался Лишь там Сникерсами Вот это Дошик съел С тушенкой И в принципе все Вроде ничего не ел Но знаете Как-то когда все время Целый день что-то делаешь Ходишь Хаботишься Но даже не очень сильно Хочется хавать Решил короче спать В эту сторону головой Очень удобно Если что-то там Не так Можно поправить Надеюсь Не сгорю Дотянулся До бревнышка Какого-то Бац Подкинул Если будет там Холодно Либо шок То я поменяю С ногами Начну спать туда Чтоб ноги согревались А лицом туда Тяга в принципе хорошая Я не думаю Что я здесь Задохнусь Угорю как-то Еще что-то В принципе Все хорошо Единственное Что вот Скучно самому И немножко Волнительно спать Тем более что Двери наших Кто-то украл Крышку от землянки И От этого стремно Хотя вот Кстати говорят Что если будет гореть огонь То ни один зверь Ночью сюда не зайдет И в принципе Можно спать Будет спокойно Поэтому нужно будет Время от времени Просыпаться Следить за костром Может быть Буду ставить будильник На каждый час Потому что Если я не поставлю будильник Я наверное не проснусь Короче Очередное видео С землянкой Уже подходит Ребята к концу Я не думал Что так будет Много частей Про землянку Но я вижу Что вам Заходит Вы много лайков Ставите За что реально Вам спасибо Даже вот Не надо просить Вы сами ставите лайки Это очень приятно Много комментариев Много советов По тому Как улучшить землянку Что сделать Что добавить И так далее И тому подобное В следующий раз Я планирую сюда прийти Просто пару дней Потусить С кем-то Скорее всего Просто Так сказать На отдых Если еще У нас там Между областями Трассы не перекроют К тому моменту Как я приеду домой То я наверное Смонтирую это видео Придумаю с кем И с кем-то поеду Короче Потусим Тут пару дней Там какой-то Возьмем уже Не стройматериалы Не лопату Ничего Просто наберем Хавки с собой Воды много И просто Потусим Тут 2-3 дня Проведем Круто Время Пока все вот будут В самоизоляции Дома сидеть Мы посидим В самоизоляции Здесь Такой у нас карантин выйдет Всем ребята Доброе утро Я все таки смог Дожить до утра Давайте выйдем С вами на улицу Всем ребята Доброе утро На улице Прохладно Ух Прохладно в спальнике Было куда теплее Ну шо Я пережил Эту ночку Можно Собираться И Шпандерить Уже домой Потому что Дорога дальняя Еще После того Как доберусь До своей машины Нужно доехать Дома Короче вот эта сетка Которая вот у меня За спиной Я наверное Ее заберу с собой Потому что Кто-то Спер мою дверь Я не знаю Зачем кому-то Была нужна моя дверь И Видимо место Все таки запаленное И в следующий раз Заберет Вот эту маскировочную сетку Во первых Она здесь не сильно нужна Я считаю Вот эти От елок Ветки Тоже неплохо маскируют Все А в следующий раз Если приду сюда Еще и маскировочные сетки Не то чтобы она Супер дорогая Ну блин Зачем делать кому-то Такие подарки Короче Такое вот ребята Видео Буду собирать монатки И двигаться домой Если оно вам понравилось Ставьте лайк Пишите С кем мне сюда В следующий раз Прийти с известных блогеров Подписывайтесь на канал Чтобы в будущем Смотреть Мои новые видеоролики Если этот ролик Понравился вам Ставьте лайк Если есть какие-то идеи По поводу землянки Пишите их в комментариях Хотя я не думаю Я не думаю Что я буду Совершенствовать Как-то свою землянку Уже Потому как Нужно ее уже По предназначению Использовать Хотя по предназначению Уже Немножко Как по мне опасно Короче ладно Такое вот видео Ставьте лайк Подписывайтесь на канал С вами был Сергей Трейсер Всем пока Продолжение следует